Вы на канале Нехта, а значит хотите узнать все самое интересное, что будоражило белорусское информпространство в последнее время. Лукашенко в СИЗО. Посмотрел будущие условия проживания и пообщался со своими конкурентами. Люди протестуют, не платят коммуналку и от безысходности решаются на крайние меры. Протестные, экономические, политические, информационные, международные и другие френды сопротивления. Светлана Тихановская спросила парламент Дании о борделе для животных. А перед этим Лукашенко спас ее от жестокой расправы. Лукашенко спас Тихановскую от сожжения и помог ей с деньгами. Это не очередной интернет-прикол от обезумевших овец, проституток и наркоманов, а вполне себе реальное заявление все еще существующего за чем-то деда. Тихановская забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы. Я рассказывал, вот он сидит. Как говорится, настало время изумительных историй от сказочного до морощенного. И тогда я снял 120 человек с этих улиц, которые там работали по отморозкам, по этим. Для того, чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы. Поджечь штаб и обвинить власть. Штаб никто не поджег, но хорошо, что у Тихановской был номер министра внутренних дел. На завтра Тихановская позвонила Караеву, попросилась на прием. Он мне доложил. В целом просьба была одна. Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать. И из Беларуси будет беда. Беды, убивший пятерых, посадивший сотни и покалечивший тысячи мирных белорусов, балабол допустить никак не мог. А потому принял крайне альтруистичное и самоотверженное решение. Я отдал распоряжение. Мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которые она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли ее в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился с госпредприятием. Взяли 15 тысяч долларов и отдали. Большое спасибо вам. На шею плакала. Вывезли. Причем плакала не только Тихановская, но и половина маршрутки. Ведь все помнят, как в августе Светлану заставили в кабинете ЦИК записать обращение к протестующим с просьбой прекратить протесты. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. А потом ей подкинули деньжат, вывезли за границу и даже пообещали найти квартирку в Вильнюсе. Но не тут-то было. Добро забывается быстро. Сейчас ездит Тихановская по миру и рассказывает главам Франции, Германии, Словакии об ужасах диктатуры в Беларуси. За что и попала, видимо, в немилость союзного государства, оказавшись в базе наиболее разыскиваемых в России и, по всей видимости, в Беларуси преступников. Как-никак межгосударственный розыск. Видимо, отмена уголовки в сделку о помощи не входила. Интересный конфуз случился на этой неделе в парламенте Дании. Там, в ходе онлайн-заседания комиссии по иностранным делам, Тихановская с выключенной веб-камерой спросила местных парламентариев о борделях с животными. Тех самых, о которых так упорно и долго рассказывала российская пропаганда. Балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании. Местные чиновники сразу же заподозрили что-то неладное и прекратили заседание. Позже российские пранкеры Вован и Лексус признали, что от имени Тихановской с парламентом общались они. Подробности пообещали озвучить в понедельник. Ох уж эти современные технологии. Самые современные трафики для внедрения, интеграции и развития своих возможностей спроса, интереса. Эппл потребовал от создателя Телеграм Павла Дурова удалить три белорусских канала, в которых публикуются личные данные карателя и прислужников режима. Якобы эта информация может спровоцировать насилие. Пока же насилие было замечено лишь со стороны карателя, и сам Павел Дуров прокомментировал ситуацию как неоднозначную и заявил, что предпочел бы не трогать каналы. Однако в таких случаях Эппл, как правило, не оставляет особого выбора для приложений в App Store. Вероятнее всего, указанные каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах. Android Яблоко 1.0. Впрочем, после огласки яблочная компания решила пойти на попятную и заявила, что просто передала в Телеграм жалобы пользователей. Узнаю, кто неровно тыщет колеса другим горючим, путь делай без самой. Вот таких только пользователей. Сам Павел Дуров назвал ответ компании лишь хитрой уловкой и заявил, что Эппл пришло время научиться брать ответственность на себя. А пока вы смотрите это видео, белорусская экономика продолжает медленно умирать. Остановлено даже строительство новых станций третьей линии Минского метро. Причина даже не скрывается в связи с отсутствием финансирования. Многие говорят, долго строится метро, долго строится метро. В связи с отсутствием финансирования негодует и без того небогатая жилищно-коммунальная система. Все больше белорусов сознательно не оплачивают услуги ЖКХ. В августе текущего года 10% меньшан отказались от оплаты коммуналки. Для сравнения, в июле количество неплательщиков составляло всего 6,86%. На фоне этого белорусам начали поступать социально ориентированные письма счастья с просьбой срочно оплатить коммуналку, а то иначе отключат воду и БТ, а также подадут на них в суд. Главное не давать в суде штрафы, а то их может ожидать такая же неоплаченная участь. К слову, вскоре даже и при желании заплатить будет нечем. Денег в казне осталось до конца 2021 в лучшем и до середины следующего года в худшем, то есть наиболее вероятном случае. Министерство финансов прогнозирует дефицит бюджета в этом году в 3 миллиарда долларов. Придется лезть в запасы, а всего запасов осталось на 6 месяцев. Подшатывают экономику и психику некогда главного экономиста. Огромные очереди белорусов теперь уже не только за валютой, но и за любой наличкой. В пятницу после угрозы Кипер-партизана брушить систему банковских переводов, к банкоматам стали выстраиваться огромные очереди. За несколько часов до этого с перебоями столкнулись многие банковские приложения, что лишь усилило стремление людей наличить свои средства. И никакого света в государственном тоннеле не предвидится. Более того, ситуация будет лишь усугубляться. Со стороны Европы лишь порицание и новые санкции. Россия обещает небольшой кредит на полтора миллиарда долларов. И то до сих пор не выплачено. Пойдет он на погашение старого долга. Красивым языком это называется рефинансирование. Рефинансирование. Вариантов выхода из сложившейся ситуации у белорусов не так уж и много. Надежда на самих себя, сад и огород, закатки, натуральный обмен, массовые протесты, каждый день и до победного конца, и эмиграция. Правда, с последним уже не все так просто. Страны ЕС массово отозвали своих послов из Беларуси. Дипломатический скандал разгорелся после требования Минска к Польше и Литве сократить количество работающих в Беларуси дипломатов и отозвать глав диппредставительств, что значительно усложнило возможность получения шенгенских виз. Многие визовые центры пременно приостановили работу. После этого Брюссель приняла решение отозвать из Беларуси послов европейских стран. Сейчас послов загнивающих стран в Минске осталось на три дня, как в свое время муки у луки. На три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Зачем нужна чужая, если есть своя? Построенная российскими специалистами за российский кредит белорусская атомная электростанция уже почти готова к запуску. Безопасность на БелАЭС, корпус реактора которой повреждались два раза, а на стройплощадке произошли десятки несчастных случаев ИЧП, будет обеспечена на высшем уровне. Об этом заявил Гауляйтер Гродненской области, некогда скрывавший реальное количество заболевших коронавирусом, экс-министр здравоохранения Владимир Каранник. Точная дата ввода БелАЭС в эксплуатацию менялась уже более десяти раз. Последний дедлайн назначен на 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, который отмечает во всем мире лишь Беларусь. А вот опасный аккумуляторный завод под Брестом запустят уже в январе следующего года. Несмотря на то, что Лукашенко обещал сначала провести референдум, чтобы узнать мнение Брещан по этому вопросу. Я с удовольствием запишу себе очко или несколько очков, что внес это предложение на референдум в Бресте, и как народ решит, так и будет. Скорее всего, наверное, будут за то, чтобы его куда-то перенести. Видимо, вдруг стало понятно, что мнение Брещан по этому вопросу будет слишком неправильным. В связи с этим председатель Брестского облсполкома хитрый Элис Анатолий отменил свое предыдущее решение о приостановке строительства потенциально опасного объекта. Неудивительно, что протестные акции по всей стране продолжаются. Эти выходные 63-64 дни протеста и сопротивления. Студенты продолжают выходить к дверям своих учебных заведений. В столице ежедневно выстраиваются цепи солидарности. Эти женщины выходят в субботу. Вся страна в воскресенье, а по вечерам во дворах царит настоящая атмосфера свободы. Выходить продолжают и пенсионеры. Наши годы сила! Наши годы сила! А поводов продолжать протестовать с каждым днем все больше. Сутки и штрафы студентам и преподавателям, именитым спортсменам, журналистам и блогерам, политикам, рабочим и правозащитникам. Презледование и давление на протестующих и бастующих. Более трехсот политических уголовных дел. Это самая масштабная репрессия из-за всю историю независимой Беларуси. Но каждый следующий шаг власти лишь усугубляет ситуацию. В игре, в которую каратели не смогут, это называется цукцванг. Понимая безысходность ситуации, Лукашенко даже решил ознакомиться с будущими условиями проживания. Посетив СИЗО КГБ и пообщавшись заодно с членами Координационного совета и главным своим конкурентом на прошедших псевдовыборах Виктором Бабарико. Диалог по-белорусски – это когда ты сначала сажаешь всех своих противников, а потом приходишь к ним в СИЗО пообщаться. Хотя раньше клялся, что никакого диалога с протестующими не будет. А протест тем временем продолжается в самых различных формах. План Победы предусматривает аж целых шесть фронтов сопротивления. Протестные, уличные акции, забастовки, экономические снятия вкладов, неуплата налогов из ЖКХ, отказ от госуслуги товаров, информационная хакерская война, распространение новостей, листовок, поддержка СМИ. Политический отзыв чиновников, выход из профсоюзов и госорганизаций, игнорирование мероприятий и субботников. Правосудие, бойкот судей, чиновников, помощь в восстановлении правосудия в липовых делах. Международные создания и поддержка диаспор, помощь с убежищем, лоббирование интересов белорусского народа в международном политическом пространстве. А лучшей поддержкой для политзаключенных, которых система взяла в заложники для последующей торговли с Западом, будет ваша поддержка и письма. Список всех 77 политических заключенных на данный момент и их адреса будут по ссылке в описании. А самым горячим протестным событием недели оказался, пожалуй, пожар у дверей Жодинской прокуратуры. Судя по всему, в нее бросили коктейль молота. Во власти подробности не разглашают, сообщают лишь о возбуждении уголовного дела об особо злостном хулиганстве. По тревоге пришлось поднимать весь личный состав контртеррористического управления КГБ. Однако задержать партизана так и не удалось. Пока власти играют с огнем, огонь – один из немногих действенных способов привлечь внимание к проблеме. Еще не прошел и месяц после самоподжога в Смолевичах, как в Гомеле на проспекте Ленина поджег себя еще один мужчина. Ему повезло, очевидцы сбили пламя. Подробности этого инцидента пока неизвестны. Коронавирус, которого не видно, никуда не ушел. А все из-за протестных акций. То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. И это при том, что по данным МВД на протесты выходит не более 30 тысяч человек. А на акции за Лукашенко выходило в 100-500 миллионов раз больше. Уже в митингах в поддержку мира спокойствия действующего президента выступило около 3 миллионов человек. Это же серище 3 миллиона человек. С цифрами у них всегда было сильно. А потому и данные о сокрытии количества новых заболевших коронавирусом не выглядят настолько зловеще. В интернете появился конкретный пример вранья властей за 9 июня, когда по всей стране было объявлено 800 новых случаев в сутки, а в одной лишь столице по спискам прошло более тысячи новых заболевших. Это не трогать грязными глазами глаза. Но лучше всего с цифрами получается у ЦИК. Жители Раковского сельсовета обратились в прокуратуру с просьбой пояснить, как так получилось, что за Тихановскую в официальном протоколе голосования 84 голоса, хотя у платформы «Голос» есть 229 фотографий бюллетеней с голосом за Тихановскую. ЦИК, конечно же, ответил отпиской. Иногда не до закона. Но за доказательствами беззакония в Беларуси далеко ходить не нужно. На этой неделе стало известно, что умер депутат Палаты представителей по 43-му Полесскому округу Леонид Писаник. По закону в таком случае проводятся новые выборы в отдельном округе. Не назначаются они только в одном случае, если до истечения полномочий чиновника остается меньше года. Однако срок полномочий депутатов этого созыва истекает лишь в 2023 году. Несмотря на это, ЦИК заявил, что никаких повторных выборов не будет. Может, перевернем эту страницу? С удовольствием. А в завершение самый действенный способ решения всех насущных проблем. Белорусский лайфхак – национальный флаг. В Гродно в яме на дороге нарисовали белокрасно-белые полоски. Практически моментально дорожники отремонтировали всю улицу. Не мудрено, но этот символ уже многие годы продолжает оставаться знаком перемен и изменений. Отгоняет от себя злых духов и прочую нечисть. Остается объединяющим фактором миллионов белорусов. Остаемся же при нем и продолжаем сопротивление. Спасибо за внимание. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова